Итак, ребята, как я обещал участникам школы, что мы рассмотрим сейчас вход в Жанго в полном объеме, да, то есть напишем сайт. Но все-таки я посидел, подумал, ведь большинство ребят сейчас спрашивают, а зачем мне этот Юпитер, да, нафига мне все это ставить, там мучиться, потом вводить какие-то модели. И, ребят, просто я расскажу, а уже решать вам, да, запоминаем первое правило. В школе, вот я сейчас покажу, чтобы знали, кому будет интересно, есть раздел разработка. И первое, с чего я начал, что должен знать разработчик, это система работы с кодом. Я сейчас возьму кусок с этой системы. Запомните правило. Самое главное для разработчика это командная строка. Когда вы пишете в командной строке, вы начинаете понимать. Теперь вопрос там стоит, а что нам надо понимать? Действительно, давайте разбираться. Но прежде, прежде, слушаем такую фразу. Вся документация Django и других библиотек написана в виде отрезков кода. Мы это видели с вами на сайтах, да? Если вы не будете проделывать отрезки кода и работать с командной строковой, дружить с ней, то вы не будете понимать никакую документацию. Это первое ограничение. Значит, вы не станете опытным разработчиком. Второй момент. Разработчик, если брать конкретно Django, то у него две задачи на самом деле. Django очень прост. Потому что он все делает за нас. Задача номер один. То, что мы до этого делали. И то, что происходило на самом деле в админке. То есть, вот эти заголовки мы могли бы создать при помощи просто кнопок. Но, проделав вот это при помощи командной строки, мы поняли, как это работает. Второй момент. Большинство ребят делают так. Да и что там греха таить. Бовсуновский сам вначале так делал, потому что не понимал, зачем ему это было. Что и отодвинуло сильно тогда меня. Если первое правило это засунуть в базу, второе излечь из базы. То, что мы сейчас тоже делали, применяя метод АЛЬ, да, то есть СЕ, исходя из выборки. Понимаете, по сути дела, когда вы будете размышлять, ваша задача всего лишь разобраться, как вынить. Потом вы уже решаете, как и где показать. Но это должно произойти в уме. А как это происходит в жизни? В жизни это происходит, человек пишет кусок кода, потом лезет в поисковик искать и так кусками доставляет, код работает, фу, хорошо поработал. Ребят, а вы что собираетесь поисковиком кода быть или разработчиком? Вы решите для себя сами. Я вам предлагаю более, возможно, сложный путь, но он точно надежный. А размышлять кодом. Ну, чтобы размышлять кодом, значит, мы и делаем то, что самое главное. Отлично. Научились создавать, научились пока одному методу, извлекать все записи. Если мы научились одному методу, мы можем научиться другим методам. Логично? Логично. При этом, когда мы понимаем, как мы будем извлекать объекты, значит, нам очень легко будет построить функцию. Это мы увидим дальше. Смотрите, сколько всего вытекает. Но и это еще не все. Теперь еще один маленький нюанс. В Джанго очень много мелочей. Он очень капризен. Мы с вами в предыдущем видео кое-что меняли. И уже Джанго нам предъявляет требования. Давайте попробуем. Вот это работает. Я новое имя, да? Там Джанго ЕС-8. Дальше работает, а дальше мы получим исключение. Начинаем его читать. То есть, вы начнете немножко разбираться в исключениях. И, по сути дела, я сразу понял. Но вы без опыта, скорее всего, не поймете. Но если будете тренироваться, то точно поймете. Нам, в принципе, надо в первую очередь посмотреть на последнюю строку. И мы видим, смотрите, здесь, по сути дела, нам есть все подсказки. Первая подсказка, что нам конкретно подсказывается функция dev.str. То есть, та, которая есть у нас. Вот она. Здесь пишется type R, не указан тип. Мне вполне понятно, сейчас и вам будет понятно. Когда мы добавили уникальную таблицу, дальше Джанго педантичен. Он спрашивает, а в чем уникальность? Что это? Поэтому нам надо сейчас дописать код. Что это конкретно тип данных строка. И тут, ребята, смотрите, зачем вы работаете в Юпитер. У вас начинает соединяться Python, Джанго. То есть, у вас появляется арсенал. С одной стороны, мы в школе изучаем Python. А вот здесь мы начинаем практиковаться, применять. А Python ведь имеет свою логику. Да, все это на классах, но Python имеет свои методы. Свои типы данных. Джанго имеет свои методы. Это соединяется только вот так. Действительно, по-настоящему. Но это, опять же, еще не все. Многие не умеют читать документацию. Я вас потихоньку начинаю этому учить. Так вот, смотрите, говорят, а тут же ничего не написано. А что здесь должно быть написано? Открываем командную строку. Сначала мы поправили код. Теперь мы перезагрузим ядро без ничего. И теперь попробуем запустить. Так. Появилось у нас исключение, что текст 22 не существует. Значит, нам надо просто пройти эти три шага сначала. Здесь мы получаем исключение вполне понятное. Вы его тоже уже выявите. То есть, уникальный файлит. То есть, уже есть такое поле. По сути дела, давайте ради интереса проверим. Оно должно быть... Ведь мы же проделали. Вот оно, да. То есть, поле создалось. А вот результат нам не выводит. Значит, давайте допишем 9 сейчас. И отработаем. Дальше мы выведем все записи. Применили метод al. То есть, здесь все у вас должно быть предельно просто. Экземпляр класса. Присваиваем дальше нашу модель. Дальше менеджер objects, который знает, как работать с базами данных. Мы впоследствии сможем писать свои менеджеры, которые сумеют выбирать то, что нам нужно. Но в большинстве случаев хватает этих. И дальше определенный метод с выборки объектов. С ним мы будем работать очень много, да. И далее мы просто запускаем наш экземпляр класса и получаем записи. А вот тут стоп. Ребята, а что вам должны говорить? А на что вам голова? Правильно. Ни в коем случае не хотел сказать, что кто-то там глупее. Нет, ребята. Это надо проговорить. Это преподаватель должен проговорить. Ребята, что вы здесь видите? Кто видит скобочки? Ребят, это ужасно. Это плохо. Это в 2007 году, когда я помню, только начиналось все. Я пришел к товарищу. Он говорит, что ты делаешь? Ты знаешь, запятую где-то не поставил. Ну, вот это с той оперы, да, ребята, которые, если вы спрашиваете, а можно ли изучать Джанго, не изучая Python? Ребята, конечно, можно. Только результат-то будет какой? Будете скобочки ставить. Так вы же становитесь вы программистом. Мы видим здесь, на самом деле, тип данных, список. Ребята, так ответ получен. Не верите? Я вам говорю, ответ получен. Мы в школе недавно начали, когда я давал по типам данных, да, становление. Ведь я давал определенным образом, чтобы это было чисто практически. И каким образом мы изучали типы данных? Обратите внимание, как начинает изучать новичок. А вот так. И так изучает все. Неправильно. Берем документацию. Берем туториал. И смотрим. Смотрите. Вот так устроены все справочники. И изучают как. Допустим, начали изучать там тип данных. Число, строка, список и так далее. И представьте новичка, который пытается что-то изучить. Я дал другим способом. Я это отнес даже к 20-му шагу. Мы изучили до этого, в классы вошли. Но потом я сказал, ребята, вот смотрите, одно дело изучать все эти, не понимая типы данных, каким-то образом, что они делают. А мы с вами что сделали? Мы с вами изучили последовательность. То есть каждый из этих типов данных, строка, кортеж, список, относится к последовательности. Значит, проще было понять, что делают последовательности, значит, что делают типы данных. И сразу, получается, мы смогли с ними работать. Так вот. Ну, это на ютюбе, чтобы получить немножко больше информации, на канале есть еще такая программируемая по системе Р1. Там много видео, где можно понять, да, эти все вещи. Я рассказывал, чтобы они для вас важны. И вот тут они становятся важны. Ребят, смотрите, никто ничего не должен говорить. Программист, когда видит список, он автоматически понимает, я могу использовать все, что доступно в списках. То есть вот здесь блок это модель, объект это метод Django, R это тоже метод Django. Но выведено оно то при помощи списка Python. Значит, я могу спокойно использовать то, что доступно в списках. Например, в последовательность доступно извлечение по срезам. Я ставлю срез, потому что мы это изучали, кто не изучал, просто квадратные скобки и количество элементов. Срезы это элемент, каждый элемент Python посчитывается, да. Первый, допустим, если взять объект, начинается с нуля. И так все. Значит, O будет 0 элемент, B 1 и так далее. Но я же могу и записи вывести. Например, здесь поставить 2 и проделать. Смотрите, что мы получаем. Я вывел только вторую запись. Скажите, мне кто-то должен был говорить, если я программист, то я это понимаю автоматически. Для меня становится понятно, что если это список, то я могу использовать методы Python. Методы Python, которые присущи Python. Теперь отвечайте на вопрос, нужен вам Python или нет. Конечно, нужен, ребята. Зачастую в документации пишется конкретно во многих библиотеках. Это список, кортеж, из этого я делаю вывод. Значит, какой вывод мы из этого делаем? Что я использую то, что присущено, описано джанго-разработчиками. Фреймворк. Фреймворк это заготовки. Иными словами, быстрое создание записи сайтов это заготовка, иными словами, заготовка макетов. Макетов полей, макетов форум, макетов шаблонов и так далее. И эти методы отражают эти макеты. Но чтобы их сортировать и получать действительно уникальный крутой код, мы должны еще знать Python. Рекомендуется. Поэтому, еще раз повторяю, а вы это просто запоминаете. Мне никто ничего не нужно говорить. Работая в Юпитер, я вижу, что здесь выводится список. Дайте-ка я попробую кое-что сделать, изменить. Я не знаю результат, ребят, честное слово. Name. Ага. То есть, смотрите, что происходит. То есть, я хотел, чтобы вывести как кортеж, но оно не вбито, да? То есть, его нет. Тогда я могу посмотреть джанголист. Только мне надо было бы... Мне надо было бы посмотреть методы, да? Это выборка, это не методы. Ладно, сейчас не буду искать. Смысл вы все равно понимаете. Возвращаем назад. И здесь снимаем. Я мог бы сделать, например, от пятой до конца вывести, да? Вот уже. Уже картина опять меняется. От пятой. Я могу... Дальше я все это буду применять в функциях. Ведь на самом деле здесь бы я мог... Просто здесь это джангопи, но сейчас мало времени. Мы это будем дальше уже по кусочкам разбирать. Мы могли бы применять и сам Python, и работу с классами, и все прочее. Давайте-ка мы пока, чтобы вам это было интереснее, посмотрим. Ведь мы научились выводить все записи. Но они не всегда нужны. Давайте изучим, чтобы вам было интересно, еще один метод выборки. Возьмем... 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 Возьмем мы его MineOrder. MineOrder. Тут мы уже знаем. Блок — это название нашей модели. Дальше. Object — это менеджер наш. Наш. Далее. Метод — фильтр. Фильтр. Нам надо нечто отфильтровать. Здесь бы мы могли вставить дату, но поля даты у нас нет. Поэтому пока ограничимся этим. Но, тем не менее, есть метод выборки объектов. Вам домашнее задание его потом найти. Зайти в выборку объектов и найти метод OrderBy. И почитать про него. А мы его будем использовать. Здесь есть некоторые хитрости и нюансы. Если мы используем все записи, да, и их много, и без погенации, то мы очень будем грузить процессоры памяти. Поэтому, где Al всегда есть погенация. С другой стороны, погенация именно ограничивает память. С другой стороны, если вам не надо выводить все записи, то лучше всегда использовать метод OrderBy. Иными словами, вы можете сделать сортировку любых способов через фильтр. По дате, по таблице, по чему хотите. И этого уже вам станет кучей. Ну, у нас есть поле name, да, которое вот наше любимое. Давайте-ка попробуем сначала сделать самое простое. OrderBy, так как это метод. Значит, метод у нас имеет скобки. Вписываем наше поле и name. И проделаем такую вещь. Так. MineOrder. Смотрите. Мы поменяли название, но ведь блок и модель, и имя модели у нас осталось. Поэтому, неважно от переменной, это просто работа, все равно оно достало. Почему? Еще раз говорю, услышали, да? Потому что наша модель осталась, и наше поле осталось. И эти данные в любом случае, в данный момент, действительно сохранены. Поэтому мы их вытянули. Поняли, что имеет значение. Ну, теперь, вот увидели, да? А теперь давайте попробуем еще сделать какой-то трюк. Вот здесь ввести тоже, только поставить знак минус. Посмотрим, что произойдет. И нажмем Enter. Далее, MineOrder, и нажмем Enter. Как мы видим, запись 3 была в конце, стала, то есть пошла обратная сортировка. Это интересно. Здесь также мы можем использовать выборку, допустим, по срезам. Это я показываю самые простые вещи. Вывести, ну, пусть вот так. Здесь я немножко неправильно записал. Да, немножко запутали. Сейчас попробуем сделать так. Это уберем. Секундочку. Не поддерживает. Ага. Вот правильно. Ага. Еще получили опыт. Не поддерживает в данном случае. Убеждаемся. Так поддерживает. А мы на самом деле, я думаю, что неправильно сделали. Ну, ладно. Я сейчас не буду в этом заостряться. Разберемся по ходу. Чтоб время сэкономить. То есть, ребят, переосмыслите. Работая с Юпитер, вы по-настоящему начинаете понимать джанга. А именно, как оно работает. В чем это заключается, если брать в узком смысле? Основное усилие вашей работы, в первую очередь, на первом этапе, должно заключаться в двух направлениях. Первое, затолкать в базу. Второе, излечь из базы. И когда вы вот это натренируетесь, лучше тренироваться именно вот так, сохраняя. Именно вот так, сохраняя, да? То вы начнете понимать. По сути дела, потом это начнет прикидываться, эти методы, они отложатся в уме. Дальше у вас начнется достраивание. Почему? Потом вам еще надо будет решать несколько задач. В какой файл вывести и каким образом показать, да? По сути дела, у вас появятся со временем два инструмента. Вы сможете проводить выборку с одной стороны и при помощи функции, и при помощи шаблонов, да? Там уже будете смотреть. Я надеюсь, что я достаточно рассказал, зачем вам Юпитер, и вы его полюбите. Ну а далее мы с участниками школы перейдем уже к входу в джанго. То есть понять полностью всю картину джанго, а потом все это будем рассматривать. Продолжение следует...